Получаем робопитомца? Привет, дружники мира Тайвата, с вами Некодж. Давно не слышались. В обновлении 2.8 к нам в игру пришло событие Кузница Машинерии. Бертран с помощью своей уникальной, безотказной в эксплуатации теплотехнической машине второго поколения, или великолепной машине МК-2, будут создавать игрушки, которые в теории не должны взорваться. Про то, почему они взорвались, стоило слушать Бертрана в самом начале. В первых трех днях задания Бертран посылал нас выполнять определенные поручения. Сбор материалов, наполнение энергией и активация ядра. На четвертый день открылся город игрушек. Ну а точнее, пока лишь Бертран со своей машинкой начали нормально трудиться. Ну а главное, у нас появилась возможность самим выбирать какие материалы, собирать и какие игрушки нам получать. Для начала скажу вам, что по шансам. Даже если вы выберете один из рецептов, что я вам покажу на экране чуть позже, вы не получите игрушку со стопроцентным шансом. Шанс на получение этой конкретной игрушки будет 70%. 20% шанса у вас будет на получение 10 или 20 модели робота, в зависимости от основного ресурса. Ну и оставшиеся 10% чисто рандом на случайную игрушку. Итак, рецепт игрушки делится на три этапа. Сбор основного материала, сбор стихии, сбор ядра. Первый этап позволяет нам выбрать, какого робота мы хотим сделать, сову или треногу. Для совы нужно собирать цветы или фрукты, для треноги – руду. Если не знаете, где их искать, воспользуйтесь глобальной картой или каким-нибудь из моих роликов и ресурсов, так как местные диковинки тоже считаются фруктами, цветами, рудой. Второй этап – это нам выбор цвета нашего робота – красноватый, синеватый или фиолетовый. Для красноватого нужно собрать пиростихию. Для этого постойте в огне, к примеру, рядом с пироцветочком или в косты. Для синеватого нужно собрать гидростихию. Для этого просто можете зайти в воду. Ну а для фиолетового – собрать электро. К примеру, подойти к электрокристаллу или дайте себя ударить электрослаймом. Третий этап – выбор анимации движения робота. Для того, чтобы наша сова делала танец, а тренога – притоп, нам нужно будет победить четырех слаймов. Для полета у совы и пряток у треноги нужно будет победить двух спектров. Ну и победа над одним любым гипостазисом, либо океанидом, манифестацией грома или лёгком бури нам даст вращение у совы и хлопание крыжечкой у треноги. Также, как я уже говорил, с 20% шансом при уничтожении любого противника, выборе любой стихии и основываясь на материалах из первого шага, мы можем получить сову-путешественницу, либо треногу-путешественницу. Ну вот и всё. Спасибо вам за просмотр. Новичкам советую заходить на мой сервер Дискорда. Удачи вам в Тайвате, ещё услышимся. Пока.